Праздник Победы в нашем городе увековечен не только в памятниках. В честь этого важного для нашей страны события назван самый большой и единственный парк Волгодонска – Парк Победы. Подробнее об истории которого вы узнаете из нашей еженедельной рубрики «Волгодонск по буквам». Своё название Парк Победы получил в 1965 году в канун празднования 20-й годовщины свержения фашистской Германии. Эту же дату можно считать и днём рождения самого большого парка города. Спустя 20 лет, в 1985 году строительство парка было завершено. В самом центре взметнулся ввысь фонтан со скульптурной композицией, изображающей воинов-победителей. В центре фонтана, имеющего очертание большой звезды, на пьедестале находятся стальные фигуры двух солдат, попирающих ногами обломки свастики. Над их головами высоко взметнулось Знамя Победы. Композицию подарил городу Василий Поляков. Стоит сказать, что фонтан находится на пересечении двух центральных аллей парка – воинской и материнской славы. Такова была задумка скульптора Полякова и архитектора Ботяновского. 22 апреля 1985 года на коммунистическом субботнике в Парке Победы был заложен сад памяти. Каждое дерево в нем посажено матерями, женами, детьми тех, кто не вернулся с войны. У входа плита, камень с надписью «Памяти павших будьте достойны». На ней серебрится вечный, как сама память, лавровый венок. Рядом поляна городов-героев, которую спроектировал Тарас Ботяновский. Идея мемориала проста. Стоя на смотровой площадке, вы видите всю европейскую часть Советского Союза. На каждом массивном камне у самой земли название города – Москва, Ленинград, Волгоград, Севастополь. Сверху на плите серебрятся большие пятиконечные звезды.